Раньше было вкуснее. Советское прошлое хоть и пахло дефицитом, но распробовав его однажды, рожденные в СССР так и живут с привкусом ностальгии. Ищут ломбир, как раньше, строгают на праздники королеву застолий селедку под шубой и втайне завидуют собственным детям, которым наши повара в детском саду до сих пор готовят тот самый омлет. Советская еда, казалось бы, готова подвинуть на столе любое новомодное блюдо. В чем же секрет? Все дело в межгосударственных стандартах. Рецепты были выверены до капли и щепотки. И кто мешает нам вернуться за советский стол? Попробуем приготовить наше любимое блюдо по ГОСТу. Сегодня в меню. Рассольник по-ленинградски, котлета по-киевски, эклеры, кофе-глессе. Если вы хоть раз были в советской столовой, то наверняка видели этот суп в первых строках меню. Рассольник по-ленинградски стал популярен благодаря поварам из народного питания, организации, отвечавшей за весь советский общепит. Технологи упростили дореволюционный рассольник, добавили крупу, картофель и название по-ленинградски. Рецепт утверждали в высоких кабинетах. Для классического рассольника по-ленинградски потребуется 3 крупных клубни картофеля, столовая ложка перловой крупы, огуречный рассол полстакана, немного маргарина, субпродукты для бульона одна чашка, столовая ложка сметаны, небольшая луковица, половина крупного соленого огурца, немного моркови, корень сельдерея или петрушки, зелень, лавровый лист, соль и перец. Сначала готовим бульон. Возьмем субпродукты, сердечки и желудки. Можно добавить и куриные крылья. Их оставляют в холодной воде на один час, а затем варят в течение еще одного часа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Затем режем морковь и также пассируем. Добавим корень петрушки или сельдерея, нарезаем огурец и тушим в течение 10-15 минут. И лучше всего припускать их в огуречном рассоле, тогда рассольник получится более нежного качества. Затем картофель. Нарезаем, добавляем в рассольник и засекаем еще 10 минут. И главное, перловая крупа. Подготовить ее нужно заранее. Обязательно замачивают в холодной воде для того, чтобы сократить время тепловой проводки. Крупа варится очень долго, это 2-3 часа. При приготовлении рассольника ее можно сварить полностью до готовности. Тогда суп ее закладываем в последнюю очередь. Можно сварить до полуготовности. В таком случае ее закладывают в начале процесса приготовления рассольника, либо после картофеля, как сделаем мы. Добавляем в суп овощи, огурец, отваренные суппродукты, соль и перец. Доводим до кипения. Если суп недостаточно соленый, поможет рассол. Он придаст первому блюду тот самый насыщенный вкус. Еще один секрет рассольника. Дадим ему настояться полчаса. Можно подавать к столу. Рецепт рассольника по-ленинградски. Отварите суппродукты в течение одного часа. Нарежьте овощи. Обжарьте лук до полупрозрачности. Нарежьте морковь, сельдерей и также слегка обжарьте. Нарежьте огурец. Тушите в течение 15 минут. Поместите в бульон нарезанный картофель. Варите 10 минут. Добавьте в суп отваренную перловую крупу, овощи и суппродукты. Доведите до кипения. Дайте супу настояться в течение 30 минут. Рестораны-гостиницы «Интурист». Какой шик пообедать в таком заведении. Некоторые блюда готовили только там. Например, котлету по-киевски. Чтобы попробовать легендарное второе, в 50-х годах прошлого века в «Интурист» выстраивалась очередь. Вам же понадобится всего-то полчаса. Ингредиенты. Куриное филе – 100 граммов, сливочное масло, соль и специи, столовая ложка панировочных сухарей, 2 чайные ложки молока и одно яйцо. Берем филе. Вам понадобятся два куска. Один – большой, с костью, будет основой. Во второй – маленький. Нужно завернуть маслом. Обратите внимание, с одной стороны есть очень плотная пленочка. Ее необходимо срезать. Если этого не сделать, в процессе тепловой обработки блюдо получится деформированным. Поэтому срезают просто острым ножом. Для того, чтобы отбить острым лизином ножа, делайте 2-3 косых надреза вот в этой утолщенной части. Отбиваем филе. Не в полную силу, иначе масло просто вытечет. Отбиваем до толщины 2-3 миллиметра. Филе нежное, поэтому отбиваем по чуть-чуть. В подготовленное мясо укладываем замороженное масло. Сейчас необходимо формовать котлету. Для этого руки лучше всего смочить в холодной воде. Тогда мясо не будет прилипать к рукам. Подворачиваем края одного с одной стороны, с другой стороны. И придаем ей овальную форму. Чтобы вкус был насыщенным, поставьте заготовку в холодильник на несколько минут. Затем возьмите льезон. Нет, это не изысканный французский соус, а всего лишь яйцо, смешанное с молоком. Далее панировка. Для нее используются сухари только из светлого хлеба. Котлету смочите в смеси, запанируйте и повторите процесс еще раз. Вот нужно очень хорошо, чтобы со всех сторон котлета была смочена. Иначе от этого зависит, то ли прилипнет панировка у нас, то ли нет. Жарим котлету во фритюре. Когда она покроется равномерной золотистой корочкой, поставим ее в духовой шкаф, разогретый до 160 градусов. Определить готовность просто. Как только появились мелкие пузырьки, блюдо готово. Украсьте котлету бумажной папилеткой из салфетки. Так делали в советских ресторанах. Рецепт котлеты по-киевски. Отрежьте небольшую часть от куриного филе. Сделайте надрезы и отбейте мясо. В малую часть филе поместите замороженное сливочное масло. Сформируйте котлету. Охладите в течение пяти минут. Взбейте яйцо с молоком. Дважды смочите заготовку в яичной смеси и запанируйте. Обжарьте во фритюре. Запекайте продукт в духовке при 160 градусах до появления пузырьков. Буратино, малыш, лакомка. Скромный интерьер детских кафе в СССР казался сказочным. А угощение? Помните легкие воздушные эклеры. Приготовим любимый десерт нашего прошлого. Для заварного теста возьмите муку. Хватит одной столовой ложки с горкой. Маргарин, также столовая ложка. Немного соли, вода, четверть стакана и яйцо. Воду смешайте с солью и маргарином. Массу доведите до кипения и постепенно добавьте муку. Всыпаем постепенно, для того, чтобы не образовывались комки. Качество заводного полуфабриката будет низкое. Огонь убавляем и варим еще 10 минут, постоянно помешивая. Вот готовность определяют, когда тесто превращается в комочек, не прилипает к деревянной лопатке и не прилипает к боковым поверхностям емкости. Охладите тесто и добавьте яйцо. В охлажденное тесто до 70 градусов. Почему до 70? Потому что при 70 градусах и выше произойдет свертывание белка. То есть образуется омлет, крупинки. Готовность определяют, когда оно стекает с лопаточки в виде треугольника. Это говорит о готовности теста. Вот у нас и получилось. Можно делать пирожные. Выпекайте основы для пирожных 10 минут при 210 градусах. Затем понести температуру. Пока основа эклееров доходит до готовности, можно сделать крем. Для него вам понадобятся полпачки сливочного масла, 2 столовых ложки сахарной пудры, сгущенное молоко, чуть больше столовой ложки, щепотка ванилина и немного коньяка. Очень важно, влажность масла должна быть не более 20%. Это очень важно, потому что при приготовлении крема может произойти отсекание влаги и жира. Взбивайте масло, пока оно не побелеет. Добавьте сахарную пудру, сгущенное молоко и коньяк. Осталось только щепотка ванилина. Проверьте основы пирожных. Они должны были испечься, пока вы готовили крем. Там, где образовались трещинки, мы заполняем туда крем. Рецепт эклеров. Смешайте воду с солью и маргарином. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Добавьте муку и варите 10 минут, постоянно помешивая. Охладите и добавьте яйцо. Сделайте заготовки. Выпекайте 10 минут при 210 градусах, Затем при 180 градусах. Взбейте масло, добавьте сахарную пудру, коньяк, сгущенное молоко и ванилин. Охладите основы пирожных. Сделайте кремовую начинку. Первое, второе и нет, не компот. В советских кафе к десертам подавали напиток, от которого веяло чем-то праздничным. Кофе-глиссе. Хит-кафетерия ФССР. Изысков особых не было, поэтому кофе-глиссе пользовалось большим спросом. В советское время кофе черный готовили в кофе-машинах. В настоящее время есть много способов приготовления. Один из способов – это кофе в турке. Для этого напитка понадобится кофе из турки, чашка на одну порцию, 3 чайные ложки сахара, шарик мороженого. Глиссе – холодный напиток, поэтому остудите кофе. Температура – не более 18 градусов. Затем, самое главное, правильная посуда. Кофе подавали в конус-стаканах в советское время. Вот мы сейчас восстанавливаем эти стаканы. Наливаем в стакан кофе и сверху аккуратно кладем шарик мороженого. Кофе – глиссе. Сварите кофе с сахаром. Остудите до 18 градусов. Сверху – шарик мороженого. Вот они, лакомства нашего советского прошлого, которые так и хочется поставить на свой обеденный стол. Попробуйте, и тогда вы сразу поймете, что значит «раньше было вкуснее». Сверху – шарик мороженого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова